что можно сделать из стекла ну кроме осколков в принципе можно конечно сдать эту тару и получить немножко денег обратно и в кармане сразу зазвенит господи что я все про эти осколки да осколки вот а если бросить стекло в море то через несколько лет моря эти осколки отшлифуют в такой приятный понимаете кусочек с круглыми краями правда еще раньше тебе купальщики лицо отшлифуют за то что ты под ноги бросаешь стекла осколки а смысле стекла стекла смысле осколки вообще эта посылочка пришла не мне это нашу программу галилео нашим редакторам чтобы они разобрались что там может быть интересно собственно посылка то не мне а им пусть они и разбираются в редакцию галилео пришла странная посылка узел сделанный из стекла конечно мы не могли не заинтересоваться где же живут люди которые завязывают стекло в узел а также варят всевозможную флору и разнообразную фауну из того же самого материала властелина стекла получают сырье из этой печи это стеклянная трубка тянется до самого конца зала а поделят ее на кусочки также очень необычно при помощи камешка и мокрой ватки ватка смачивает камешек а тот с разворота из-за разности температур отсекает очередной кусок теперь материал попадает кудесникам знакомьтесь александр стекольных дел мастер работает с цветным стеклом и его коллега николай творит чудеса с прозрачным можете ли вы выдуть целый чайник вопрос даже не в объеме желудка а в силе легких и умений для этого мастеру нужно выбрать стеклянную трубку подходящего диаметра чайник этот символ неумехи сейчас подтвердит класс мастера верите что стекло можно надуть как мыльный пузырь смотрите формуем отверстие для донышка оставляем чайник с носиком машем ему ручкой руки в боке затем уходим на дно запаиваем донышко вот вам и чайник а вот чайнику и крышка все вот и накрылся небольшая пластика носа готова с пылу с жару теперь вновь в мастерскую александра процесс изготовления одной фигурки непрерывной да и нельзя ошибаться ведь стекло два раза не варят иначе она становится мутным но если не удавшиеся или биты изделия превратить в крошку можно создавать с ее помощью удивительные узоры получился слон набитый красотой вернемся к николаю а что тут происходит очередной фокус мастер берет стеклянную трубку с крючком и прицепляет на него ведро с водой выдерживает чудеса да и только секрет знаете в чем на излом стекло хрупкое и сломать его можно на раз а на сжатие или растяжение крепче чугуна обратно в мастерскую к александру температура пламени стеклодувной горелки 1700 градусов смотрите с одной стороны трубка уже плавится а за другой можно спокойно держаться стекло очень плохой проводник тепла с металлической трубкой такой фокус не прошел бы а что делает николай не поверите но сейчас он сделает из стекла скакалку смотрите мастер разогрел стекло и очень быстро его растянул получив тонкую стеклянную нить безусловно николай проигрывает в красоте алине кабаевой зато алина не делает себе сама спортивные снаряды благодарим николая и отправляемся к александру в мастерскую а он отправляет заготовку в печь зачем на переплавку нет оказывается это необходимо изделием из стекла для их постепенного охлаждения иначе стекло может дать трещину ну а теперь специально для галилео стекольных дел мастер завяжет стекло в узел следим из трубки сгибает полукруг пинцетом протаскивает через него второй конец трубки ура смотрите смотрите настоящий узел из стекла не пытайтесь повторить это а впрочем можете попытаться все равно не получится один из важнейших параметров для любого стеклодува это давление которое он может выдуть из себя опытный стеклодув может развить давление до 200 атмосфер после чего у него вылетают глазные яблоки я тоже занимался стеклонадувательством долгое время поэтому могу вам сейчас продемонстрировать свое умение и так перед вами узелок который я с помощью фантастического давления которое сейчас разовью развяжу в прямую линию главное чтобы конечно при этом не вылетели глазные яблоки но я думаю что этого не произойдет и так приготовились